О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Патронат над Донбассом. С каким призывом обратился президент к странам ЕС и о какой помощи для прифронтовых городов будет просить? Легендарный сенатор в Америке умер. Один из самых влиятельных политиков США и друг Украины Джон МакКейн. Редеющий лес. В Закарпатье незаконно вырубили дубовую рощу. Почему правоохранители только разводят руками? На Донбассе снова потери среди наших военных. За последние сутки двое погибших. Еще два бойца получили ранения, выполняя боевое задание. Двое их коллег оказались на больничных койках из-за халатного обращения с оружием. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Со своей стороны боевики не прекращают огонь. Противник шесть раз обстреливал позиции наших бойцов. На Донецком направлении использовали оружие запрещенного калибра. В прифронтовую Авдеевку сегодня приехал президент. Цель его поездки – запустить газоснабжение в городе. Инфраструктура которого была разрушена вражескими обстрелами. Вместе с главой государства прибыли на Донбассы почти 70 дипломатов. Зачем и какие месседжи прозвучали от Петра Порошенко, знает Руслан Смещук. Свой визит в Авдеевку Петр Порошенко начинает с торжественного открытия газоснабжения прифронтового города. После обстрелов 17-го года люди жили здесь без нормального центрального газоснабжения. Где не только Авдеевка, но и семь окрестных сил будут подключены к системе надежного газопостачения. И нас, россияне, больше не загонят и не поставят на колено своим газовым зашмаргом и газовым шантажем. После этого президент обратился к украинским патриотам, живущим в оккупации. Верте, украинский прапор, украинский герб, влада украинской державы точно повернется. Повернется на каждый клаптик окупованной земли. И так же, как мы сейчас держим свое слово по запуску газозабжения Авдеевки, Авдеевки, так само все будет добре. И перемоги у нас попереду. Авдеевский Коксахим – это следующий пункт в программе рабочей поездки президента. Здесь Петр Порошенко подписывает закон о госгарантиях для участников боевых действий. Это обеспечивается и гарантуется права украинского войска в связи с проведением операций объединенных сил. В тот же час гарантуется подвищение уровня социального защита украинских военнослужащих. И на сегодняшний день я уверен, что это тот крок, которым мы движемся в очень правильном направлении. Дорогие военнослужащие, приветствую вас всем. Тут же министр иностранных дел рассказал, что достигнута договоренность с правительством Литвы. И теперь литовцы возьмут на себя шефство над Авдеевкой. Наши литовские друзья очень важно двигаться тем, чтобы взять свое путешествие. Причем путешествие над окременным объектом, а поделиться, как самая литовская присутность, а литовцы – это не наши правильные друзья, подняти Авдеевку. Так же мы будем прагнуть и еще до нашего Донбасса. В дальнейшем украинская дипломатия постарается, чтобы патронаж стран ЕС был установлен над всеми городами Донбасса. Вместе с первыми лицами государства в прифронтовой город приехали 64 посла Украины в разных странах, чтобы более эффективно доносить информацию о происходящем в зоне конфликта. Руслан Смещук, Андрей Ярковой, Руслан Ревюк. Подробности – телеканал Интер. Сегодня Украина отмечает День шахтера. Это один из главных праздников для Донбасса. Поздравить горняков приехал в Лисичанск лидер Апоблока. Но местные горняки далеки от оптимизма. Им до сих пор не выплатили долги по зарплатам, хотя шахтеры несколько раз приезжали в столицу требовать погашения задолженности. По мнению Юрия Бойко, митинги могут повториться, если людям не выплатят заработанное. Какие еще есть проблемы в отрасли? Подробнее в нашем материале. Лисичанск – шахта имени Мельникова. Одна из самых успешных в регионе. Все благодаря тому, что в свое время здесь провели масштабную модернизацию оборудования. Посетили шахту Мельникова, которая в 2012 году попала в программу получения китайского кредита, так называемого. Было закуплено современное оборудование. И во многом благодаря этому эта шахта сегодня является одной из передовых. И вот это пример, как надо инвестировать в угольную отрасль. Без разговоров о том, что вот она там не нужна, она там лишняя. Купим где-то уголь в России, в Польше, в Америке. Здесь рабочие места, здесь современное оборудование, здесь инвестиции. Но даже здесь объемы добычи угля в последнее время снизились. Оборудование постепенно изнашивается. Запчасти покупать нужно за валюту. Техника специфическая, китайская, поэтому подобрать в ней запчасти, это проблематично. Потому что не все машиностроительные заводы с нами работают. Поддержка будет государственная, естественно, все это будет. Мы работать можем. Дальше по кругу рассказывают горняки. Меньше добыча, меньше денег. А нет денег, уходят квалифицированные кадры. Сейчас актуальным для величанского уля является приобретение оборудования, оснащение лав для того, чтобы увеличить добычу. Сейчас катастрофически не хватает собственных средств для того, чтобы решать вопросы материально-технического снабжения. Человек высокой квалификации, профессионал своего дела, знает, что нужно, что делать и как. Если здесь не платят зарплату, он берет, рассчитывается и едет туда. Сейчас в данный период времени, когда доступ без виза, едут в Польшу, Чехия. Есть люди, которые находят работу и в России. Даже я знаю, что есть человек, который рассчитался, поехал в Белоруссию. С началом боевых действий на Донбассе угольная отрасль и так получила сильный удар. Если же государство не начнет ее поддерживать, то и вовсе может потерять, заявил Юрий Бойко на встрече с активом объединения Лисичанск-Уголь. Проблема шахтеров, она понятна, близка мне. Я был министром угольной промышленности. Я знаю, какая государственная программа должна быть. Без угля мы не обойдемся. Сегодня на территории Украины на нашей подконтрольной осталось 33 шахты. Это Львовский бассейн, Волынский, это Луганская, Донецкая область. Ну и я имею в виду 33 государственные шахты. И должна быть, естественно, программа государства по их поддержке. Сейчас здесь собираются разрабатывать другие участки и готовят несколько новых лав, что позволит существенно увеличить объем добычи в преддверии зимы. Нужно только немного поддержать отрасль, говорят шахтеры. Ольга Самарская, Данил Щербаков. Подробности телеканал Интер. Идею поставок газа в ЕС из Азербайджана поддержала канцлер Германии. Об этом политик заявила на совместной пресс-конференции с президентом страны Ильхамом Алиевым. По словам Ангелы Меркель, открытие так называемого южного газового коридора станет позитивным фактором в энергообеспечении ЕС и поможет уменьшить топливную зависимость Евросоюза от России. Алиев, в свою очередь, подтвердил готовность Азербайджана увеличить поставки газа в европейские страны. В Америке этой ночью не стало сенатора Джона Маккейна. Воспоминаниями о нем с самого утра переполнены. Соцсети украинцев Маккейна благодарят и за приезд в Киево времена Майдана, и за поддержку страны. О легенде американской политики из Вашингтона Дмитрий Анопченко. Наверное, это самое страшное, что только можно пережить. Знать, что тебе остались даже не месяцы, а считанные дни или даже часы, чувствовать боль, которую уже почти не заглушают наркотики, видеть слезы родных. Последние недели своей жизни Джон Маккейн провел на ранчо в Аризоне, в окружении друзей и семьи, и, по их словам, переживал неизлечимую болезнь столь же достойно, как когда-то держался под постоянными пытками во Вьетнаме. В заключении в Ханойской тюрьме, длившемся долгих пять с половиной лет. Под конец жизни он стал одним из самых уважаемых и влиятельных политиков Америки. Пройдя этот путь против течения, яростно спорил и с Рейганом, и с Бушем-младшим, когда считал нужным, голосовал вопреки решениям своей партии, не поддержал Трампа на выборах и отмену медицинской реформы Обамы в Сенате, он умел гнуть свою линию. И это не было своеволием или упрямством, просто человека, которого не сломили тюрьма и издевательство врагов. Большая политика уж точно не сломит. В интервью, которое я брал у Джона Маккейна несколько лет назад, из его уст часто звучало слово «Украина». И когда сейчас станут говорить и писать, мол, для него поддержка нашей страны была лишь средством, лишь способом давления на Россию, то это неправда, это не так. Если у кого-то в американском политикуме и были твердые принципы, то это у него. Может быть, именно поэтому Маккейн так и не стал президентом? Будучи соперником Обамы на выборах, Маккейн был, как всегда, жестким, но при этом проявил к конкуренту то уважение, с которым относился к людям. Неудивительно, что после прихода в Белый дом первый темнокожий президент часто просил его советов, они сблизились. Думая о том, какой будет церемония прощания, Маккейн попросил, чтобы речь сказали как раз Барак Обама и Джордж Буш, а вот Трампа на панихиде сенатор видеть не захотел. И семья выполняет его волю, отказав действующему главе государства в присутствии на похоронах. Сейчас часто говорят, что минувшие выборы разделили, раскололи Америку на два непримиримых лагеря. Джон Маккейн был как раз из тех, кто страну сшивал. Он всегда был готов к переговорам с оппонентами, всегда протягивал им руку, если нужно было для общего дела. Его уважали, даже категорически не соглашаясь. За полвека в политике Маккейн сумел остаться самим собой, тем самым боевым офицером. Не шел на компромиссы, совершал ошибки, но умел их признавать. Жизнь трудна, прощаться с ней еще труднее. Джон Маккейн сделал это с невероятным достоинством, заставившим даже его непримиримых противников искренне пожалеть сегодня о его уходе. Из Вашингтона Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Минута и молчание почтили память американского сенатора. И в Украине во время встречи с военным и в Авдеевке президент Петр Порошенко выразил свои соболезнования. Также глава государства отметил важную роль Маккейна в защите нашей страны на международной арене и вспомнил визит сенатора на Донбасс. За 10 километров, когда мы подъезжали до Широкина, моя служба безопасности президента сказала, что по месту, где мы имеем, на месте расположения морских пехотинцев, ворог открыл артиллерийский огонь. Я сказал Джону, слушай, ты американский сенатор. И тебе не обязательно там быть. Я, как президент, маю быть своими воинами. И это первый раз, когда Джон образился на меня. Он все свое життя после этого присвячивал именно для того, чтобы защитить Украину и украинцев. Очередной скандал между Россией и Великобританией. Москва винит Лондон в перехвате своего военного самолета на Черном море. А в Британии заявляют об участившихся провокациях со стороны российских вооруженных сил. Больше расскажет Алексей Пшемырский. Прекратить играть мускулами от Москвы требует Лондон. В британских вооруженных силах заявляют о стремительном росте случаев нарушения российскими самолетами воздушного и морского пространства стран НАТО. Последний случай произошел на декватории Черного моря. Истребители королевских ВВС, которые дислоцируются на базе НАТО в Румынии, подняли по тревоге для перехвата российского военного самолета. Противолодочный самолет-амфибия БЕ-12 вылетел из незаконно аннексированного Крыма и следовал на юго-запад, к румынской границе. Увидев британские самолеты, летчики изменили маршрут. А в прошлый вторник британские ВВС перехватили два российских истребителя Су-30 и 6 Су-24, также на декватории Черного моря. Днем после уже британские военно-морским силам пришлось сопровождать российское военное судно Адмирал Макаров, проходившее через Ла-Манш. Посольство Ф в Великобритании такие действия назвали провокацией, добавив, что, мол, британские военным вообще не место в Румынии. Подобные стычки происходят на фоне постепенного увеличения контингента НАТО в Восточной Европе и на Балканах, начавшегося после незаконной аннексии Крыма. Несмотря на распри Вашингтона и Брюсселя относительно участия в финансировании Североатлантического альянса, США настаивают на том, что защита восточных границ НАТО остается приоритетом и лишь будет усиливаться. А вчера в Вашингтоне заявили, что в рамках операции «Атлантическая решимость» из Польши в Румынию и Болгарию вскоре перебросят дополнительные армейские подразделения и технику. Сама же операция нацелена на сдерживание России у ее западных границ в ответ на агрессию Москвы против Украины. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Громкий скандал в Италии. Министр внутренних дел Матео Сальвини подозревают в злоупотреблении, служебным положением и незаконном лишении свободы мигрантов. Почти неделю он не позволял кораблю с беженцами зайти в порт Сицилии. В результате сам может оказаться за бортом итальянской политики. Татьяна Лугунова продолжит. Долгожданный берег. В ночь на воскресенье судно итальянской береговой охраны «Дичотки» пришвартовалось в порту Катании. И 137 беженцев, спасенных в Средиземном море, смогли покинуть корабль. На борту люди провели 10 дней и даже объявили голодовку. Из-за того, что сначала их отказалось принимать Мальта, а потом Италия. Пустить корабль в порт распорядился министр внутренних дел Италии Матео Сальвини. Тот самый, который почти неделю блокировал высадку беженцев. Главный силовик Италии предъявил ультиматум. Люди сойдут на берег, только если их приютят у себя другие страны. В итоге 20 человек согласилось взять Албанию, а еще столько же Ирландию. Остальные беженцы останутся в Италии. Их распределят под церковным приютом. Ну а под министром внутренних дел из-за всей этой истории зашаталось кресло. Прокуратура Сицилии начала расследование в отношении Сальвини. Его подозревают в злоупотреблении властью и противозаконном лишении людей свободы. Сам министр уже заявил, ему все равно. Они могут начать против меня расследование, они могут меня арестовать. Но им будет сложно бороться с желаниями 60 миллионов итальянцев. Пусть делают, что хотят. Пусть приходят и забирают меня. Я жду. Тем временем итальянский премьер потребовал от лидеров ЕС как можно быстрее разработать и согласовать механизм распределения беженцев. Иначе Италия воспользуется правом ВЕТА и заблокирует принятие проекта бюджета Евросоюза. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Пожар в Балаклее Харьковской области. Сегодня днем здесь загорелась стихийная свалка. Огонь охватил почти полтора гектара территории, заваленной отходами и лесополосу. Неподалеку городской мусорный полигон. Возникла угроза распространения огня на этот участок. Но около десятка пожарных подразделений из Балаклея и соседних районов смогли потушить огонь с воздуха и при помощи спецавтомобилей. Ближе к вечеру пожар локализировали. Теперь же спасатели ликвидируют малейшие очагитления. Напомню, буквально год назад в Балаклее на крупнейшем в Украине складе боеприпасов начался пожар. Снаряды взрывались три дня. Разлет достигал нескольких километров. Пострадали дома местных жителей. Людей тогда пришлось эвакуировать. Причиной возгорания назвали диверсию, которую осуществили с беспилотника. А уже этой весной на Арсенале снова сдатонировали боеприпасы во время разминирования. Сегодняшний пожар, говорят спасатели, угрозы складом не представляет. Свалка находится за чертой города. Пьян, полуобнажен и опасен. В селе Чайка под Киевом водитель внедорожника не справился с управлением. Мы на большой скорости врезался в дерево, а затем в забор дачного участка. Как выяснилось позже, джип принадлежит луганскому бизнесмену Олегу Киященко. К счастью, в момент аварии на тротуаре никого не было. Горе водитель. А также его пассажирка отказывались давать показания полиции. И угрожали одной из свидетельниц ДТП журналистки Татьяне Мартинюк. В первую очередь им не понравилось, что я включила камеру мобильного телефона и начала просто это снимать. Оскільки там в полной программе йшло отмазывание. То есть они не хотели, чтобы складали протоколы, они не давали патрульным документы, чтобы они, бодай, дізнали информацию про владельца. Там все нецензурной лайкою, мне дико ломали погрозы. Врешті, ну, я сказала, что я журналист, я маю право снимати. Вот, але там они казали, ну, мы про тебя щось еще разнимемо, про тебя кино. Вот, ну, и там нецензурной лайкою были погрозы, ну, аж на расправе. Авария в традициях Голливуда. Утром в центре Киева не смогли разминуться легковушка и инкассаторский микроавтобус. После столкновения спецфургон перевернулся. Не обошлось и без пострадавших. Одного инкассатора госпитализировали сильными ушибами. Оба водителя утверждают, ехали на зеленый свет, но позже девушка, которая была за рулем легковой машины, изменила версию. Сказала, что вполне могла ошибиться и поехать на красный. Время таксист открыл стрельбу по пассажерам. Одного человека скорого везло в больницу, у него ранение груди. Медики говорят, жизни пациента ничего не угрожает. Инцидент произошел накануне вечером. Пассажиры затеяли драку с таксистом. Они были пьяны, и мужчина отказывался их везти. Водитель утверждает, что стрелял в целях самообороны. Как сообщили в полиции, разрешение на оружие у таксиста есть. Сейчас началось расследование по статье «Хулиганство». Патрульные приехали на выклик про стрелянину. Как выяснилось, конфликт возник между водителем такси и двумя пассажирами. Под час конфликта пассажиры нанесли перевозчику телесные ускорения. В свою очередь, который застосовал наявный у него прессы для отстрела гумовых культов. Активист Иван Фицай показывает, что осталось от столетней дубовой рощи. Пеньки – досрубленные верхушки. Забрали только ствол дуба. Лес рубили несколько месяцев. Впервые активисты забили тревогу еще в июне этого года. Тогда застали здесь дровосеков. Лесорубы показывали разрешительные документы на вырубку на совершенно другом участке. Активисты вызвали полицию. Почему не останавливают несанкционирование рубки? Подробности отправились выяснять в местный гослесхоз. Там заявили, дубовая роща не в их ведении. Это тот массив, где проходят рубки. Наша территория начинается, видите, где водили и не водила, наша территория находится дальше. Это неблагополучные, неблагонадейные какие-то граждане, которые не работают ни где. Ести им нужно и, видно, они вырубают. В лесхозе допускают, что дубовая роща принадлежит Тячевской объединенной громаде. Но и сельский голова уверяет, дубовая роща не принадлежит селу. Это даже не наша земля. Лес на лесничество, держлесгосп. Вы понимаете, оно не принадлежит нам. Вот понимаете, крайнего нет. Они лишь там вырубают, вырубают сюда. Вы себе не можете представить. Машины без номера, без прицепа, без номера ходят. Никто никому внимания не вертает. Полиции по факту незаконной вырубки начали уголовное производство еще два месяца назад. До сих пор виновники не найдены. Да и собственника дубовой рощи назвать не могут. Активисты уверены, дело хотят замять. Ведь если не найдут собственника земли, то и потерпевшего, который понес убытки, нет. Всего в рощи срубили почти 250 дубов. По данным активистов, на продаже такого количества можно заработать около миллиона гривен. Андрей Кровец, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Об уникальной находке сообщают археологи. Во Львовской области раскопали кладбище первых в западной Украине христиан Галина Якушко. Обо всем подробнее. Галинская Венеция. Так в древние времена называли город Буск. В 50 километрах от Львова здесь протекали 5 рек. Сейчас их осталось 4 и они очень обмелели. Местные жители занимались рыболовлей и охотой. Мы такого где-то щуки голову вытягнули из ямы, из-под вару. Очень величина рыба. Засушена голову и мы ее вытяжли. Такая, что я такого не видел. Просто вы понимаете, это гигантские рыбы. Раскопки в Буске ведутся уже 18 лет. В этом парке нашли наконечники отстрел и первые документы, написанные на Бересте, которые датируются 15-м столетиям. Буквы выдавливали специальным инструментом писалом. Но то, что нашли археологи накануне, удивило многих. Под слоем земли в местном парке выявили захоронение первых в Западной Украине христиан. Вот на этой плитке в церкви наши предки стояли на коленях. Ее делали из глины, красили в три цвета. Коричневый, зеленый и желтый. Такая их подборка свидетельствует о том, что церковь, построенная в 12-м веке, в дальнейшем плитку использовали исключительно белого цвета. Раскопать древние кладбища ученым помогали студенты-археологи и местные жители. Звязок с глубиной веков. Цикаво увидеть, скажем так, даже какие-то люди, которые тут первые селились, будовали свои жители, ловили рыбу, полювали. Найденные останки ученые уже исследовали и снова захоронили на том же месте. А отпевали их уже современные священники. Глина и Кушкери, Голубинка, подробности, телеканал Интер, Львовская область. А вот что нашли мексиканские археологи на территории древнего города Майя и как ученые собираются определять активность вулканов. Об этом они только далее в нашем обзоре. На территории древнего мексиканского города Поленге археологи нашли маску Покаля Великого. Он правил царством Майя в 7 веке нашей эры. Артефакт обнаружили во время раскопок одного из домов в Поленке. Предполагают, это маска, снятая с правителя в старости. Вместе с ней археологи нашли и ритуальные керамические фигурки, а также изделия из кости. В столице Китая, Пекине, 700 человек состязались, кто скорее поднимется на крышу местного небоскреба. Это часть всемирного соревнования по вертикальному бегу. Участники покоряют высотки в разных странах. Высота пекинского здания 330 метров. Чтобы попасть на вершину, необходимо преодолеть более 2000 ступенек. Первым на крышу взобрался австралиец за 10 минут и 9 секунд. Вулканологи будут предсказывать активность гавайского вулкана Килауэа по звукам, которые он издает. Ученые уже установили микрофоны вблизи кратера. Он будет фиксировать низкочастотные волны, которые создают вулканические газы. Если звук становится громче, это будет означать повышение активности в недрах вулкана. Последний раз Килауэа извергался в начале мая этого года. Шахматы в бассейне. В Лондоне прошел всемирный чемпионат по этому виду спорта под водой. Шахматная доска и фигуры крепятся ко дну бассейна на магните. Участники ныряют без специального снаряжения. И пока не сделают ход, не могут подняться на поверхность. Каждая такая игра длится до 40 минут. Японские фермеры тестируют дроны, способные в 4 раза быстрее, чем человек, опрыскивать сельскохозяйственные угодья. К примеру, обработать пестицидами или удобрениями рисовое поле такой беспилотник может за 15 минут. Он анализирует состояние растений и определяет количество необходимого вещества. По словам разработчиков, такой дрон придумали, чтобы решить проблему дефицита рабочей силы. Стоит беспилотник 36 тысяч долларов. Без сна и еды. На побережье французского города Гавр стартовали гонки на одиночных яхтах. 36 участников будут плыть без перерыва трое суток. В их распоряжении только рация, позволяющая общаться с организаторами соревнований на берегу. Это первый из четырех заплывов. Его протяженность более тысячи километров. Четыре дня на воде, 200 морских миль пути, более тысячи участников в Николаеве проходит парусная регата. На что готовы экипажи ради победы, выясняла наша Марина Михайловская. Эти девушки решили провести выходные не в кругу семьи, а на гонках. Вот это их яхта. Единственный женский экипаж будет бороться наравне со всеми. Его участницы уверены, у них есть все шансы стать лидерами. Ведь в подобных регатах неоднократно одерживали победу. У нас это любимое хобби. Мы участвуем во всех соревнованиях. Нам не нравится кататься, не нравится где-то там отдыхать. Нам нравится участвовать именно в гонках на яхте. Любовь к парусному спорту не имеет и возрастных границ, подтверждают участники. Один из самых юных яхтсменов стал Юнга еще семь лет назад. Обычные прохожие думают, что как просто на яхте управлять, шкоты подбирать. А на самом деле это очень тяжело. Каждую волну надо отработать, чтобы быть первым. Пригадать, какой порыв будет, отвал, не отвал, заход. Ну, очень интересно. Регата имени Макарова ежегодная и уже 17-я по счету. В этот раз на старт вышли более 30 экипажей. В зависимости от класса яхты соревнуются в шести зачетных группах. Спортсмены должны пройти путь от Николаева до Очакова, Коблева, Тендровской косы и обратно. Это самая большая по протяженности регата в Николаевской области. Регата посвящена памяти почетного гражданина Николаева, знаменитого Корабева, директора Черноморского завода Юрия Ивановича Макарова. Ну, это все, наверное, знают. Одновременно регата является чемпионатом Николаевской области среди крейсерско-гоночных яхт. Теперь все зависит от мастерства яхтсменов. Награждение пройдет в Николаеве завтра. Судьи определяют шесть победителей в группах и один экипаж получит приз за абсолютную скорость. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности. Юэй. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова